Обстановка в районе Алеппо остается крайне сложной. Боевики террористической группировки Джабгата Нусра, понимая свою обреченность, усилили обстрелы жилых кварталов западного Алеппо. Продолжаются репрессии в отношении мирного населения восточного Алеппо. Жители города, пытающихся покинуть подконтрольные террористам районы, публично расстреливают. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются. Так, 15 октября в районах Маланди и Бустан-Аль-Каср подконтрольных боевикам, при попытке выхода 30 мирных жителей, террористами были казнены 10 человек. В занятых банформированиями районах восточного Алеппо хозяйничают боевики Джабгата Нусры. Силы так называемой оппозиции действуют в основном по их указке. Все, кто пытается ослушаться, безжалостно уничтожаются. Системный характер приобрели обстрелы социальных объектов, школ, мечетей, рынков в западном Алеппо со стороны боевиков. Так, 13 октября в результате минометного обстрела в районе Сулеймания погибло 7 школьников. А всего с начала сентября жертвами боевиков стали более 130 детей. 14 октября в результате обстрелов боевиками жилых кварталов центральной части Алеппо из установок так называемого адского огня и минометов убито 7 и ранено 13 мирных жителей. Эти факты по-прежнему остаются без внимания западных стран. Они не желают ни фиксировать преступления боевиков, ни реагировать на них. Кроме того, боевики не оставляют попыток восстановить пути снабжения вооружением и боеприпасами банкформирований, находящихся в восточной части Алеппо. Так, 14 октября террористы предприняли атаки на позиции правительственных войск на направлениях Ан-Наср, Аль-Ансари, Хан-Туман и Эр-Рамуси, но, встретив сопротивление, отошли на исходные рубежи. По информации поступившей из нескольких источников, боевики продолжают получать современные образцы вооружения, в том числе противотанковые и управляемые ракетные комплексы ТОУ американского производства. Российская авиация постоянно наносит удары по подходящим резервам и колоннам с оружием на подступах к городу. В сложившейся обстановке одностороннее прекращение огня бессмысленно, ввиду того, что формирование джебгата Нусры и примкнувшие к ним террористы в очередной раз получат передышку, проведут перегруппировку и восстановят боеспособность. Несмотря на то, что американские партнеры самоустранились от разделения террористов и умеренной оппозиции, Российской Федерации прорабатывается вопрос с ООН и странами, имеющими влияние на джебгата Нусру, по выводу из-за лепо ее формирований в соответствии с инициативой специального посланника генерального секретаря ООН Стефана Демистуры. Мы понимаем, что на согласование всех вопросов может уйти длительное время. Поэтому нами принято решение не терять время и начать проведение гуманитарных пауз, прежде всего для свободного прохода мирных жителей, эвакуации больных и раненых, а также вывода боевиков. В этих целях 20 октября с 8 часов утра до 16 часов в районе Алеппо будет введена гуманитарная пауза. На это время ВКС России и сирийские правительственные войска прекратят нанесение ударов авиации и ведение огня из других видов оружия. Мы имеем информацию о том, что боевики пытаются раствориться среди мирного населения, бросают оружие, избривают бороды. Обращаемся к лидерам незаконных вооруженных формирований и их спонсорам, что с 8 утра 20 октября вы сможете беспрепятственно покинуть район Восточного Алеппо по двум коридорам. Первый проходит по дороге Костелло, другой расположен западний рынок Сук-Эль-Хай. По данным коридорам боевики могут выйти в район Идлиба. Этими же коридорами можно будет воспользоваться для эвакуации больных и раненых. Еще 6 коридоров открыты для пропуска мирных жителей. Для оповещения граждан и боевиков будут распространяться листовки с указанием маршрута выхода из города и порядка пересечения пропускных пунктов правительственных войск, а также организовано звуковещание и рассылка СМС-сообщений. Призываем руководство боевиков разминировать подступы к гуманитарным коридорам и дать возможность населению покинуть Восточный Алеппо. Всему гражданскому населению, покинувшему город, гарантируется полная безопасность, оказание медицинской иной помощи, а также размещение в пунктах временного пребывания. Кроме того, люди будут обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости. Что касается эвакуации больных и раненых, мы готовы по первой заявке гуманитарных организаций в любое время прекратить огонь и обеспечить беспрепятственный доступ в город, медицинского персонала и вывоз раненых и больных. Российская сторона по-прежнему готова обсуждать любые инициативы и предложения по разрешению ситуации вокруг Алеппо. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok